А сейчас я представляю слово прозаику, публицисту Лея Аун Гвинберг. В этом номере она пишет о книге, которая вышла, или вот-вот уже выйдет, книги Лея Аббакина. Я прежде всего, прежде всего, действительно, Шанатова, добрый вечер, Игмар Хатиматова. Я очень благодарна Игорю, что он... еще книга не вышла, но он уже о ней оповестил. Он дал в журнале часть из моего предисловия книги. Путь этой книги к читателю довольно перодичен. Автора этой книги уже шесть лет нет с нами. Автор этой книги Вильям Баткин, мой муж. И книгу готовила я вместе с редактором Юрием Байсом. Это был очень тяжелый путь. Можно представить... Было много в литературе, известно много случаев, когда книги выходили без автора. И тем не менее, тот, кто близко знал автора, тот, кто видел, как рождается каждая его строчка, как тяжко рождается абзац. И когда он перед этой книгой сидит и заново ее редактирует, он испытывает большие муки. Это очень тяжело, это гораздо тяжелее, чем когда ты пишешь свою собственную книгу. Когда Вильям готовил к изданию свою первую книгу «Проза здесь в Израиле», я пыталась вместе с ним редактировать ее. И мы постоянно ссорились, потому что не совпадало мое отношение ко многим вещам с его отношением. И вот теперь я должна была сидеть над его книгой и думать, могу ли я, имею ли я право, на что у меня есть право как редактора. Я позвонила его другу, он мне сказал, править Вильяма, вы не имеете права, вы ничего не должны вычеркивать. И тут я почувствовала свою беспомощность, полную беспомощность. Что значит, я не могу вычеркивать, я не могу ничего делать, а как, я не согласна. Есть медроши, с которыми надо знать, откуда они взяты. Короче, это был очень непростой путь. Но я хочу сказать, что эта книга была мечтой автора. Он человек, инжене, горный инженер, шахтер. Много раз оказывался в лаге, в тяжёлом положении, выжил с трудом. Никогда не был верующим. Здесь, в Израиле, он пришёл к религии. И книга «Рут» по следам свитка тоже. Это была его мечта. Очевидно, потому что именно через «Рут» он мог выразить себя, свой приход к религии. И вот он работал над книгой. У него не было на русском языке материала. Было очень мало материала. Он искал каждую, что только можно было, и переводы, и всё. Дело в том, что всего-навсего в свитке «Рут» пять страничек. В книге 522 страницы. Он работал над этой книгой и был счастлив до определённого момента. До того самого момента, когда был поставлен диагноз. И диагноз не оставлял ему времени совершенно. И вот началась борьба с Андреем. Приезжала скорая помощь. Забирали. Возвращался из больницы. Садиться к инвесарке. Он был бледный. Как трудно передать эту бледность. Я спрашивала, почему ты не ложишься. Был один и тот же ответ. У меня нет выхода. И всё-таки, и всё-таки, он продолжал работать. И за несколько недель до ухода он меня попросил. Я прошу, чтобы ты работал над ними. Я молчала. Он вернулся к этим шесть словам, к одичьям. И попросил меня. Я прошу, чтобы ты работала над ними. Это было завещание. И у меня не оставалось выхода. Но прошло несколько лет. Прошло уже довольно много лет. Пока я смогла над ней работать. Между этим и этим я выписала книгу его прозык. Она называлась строчкой из его светотворения. Я прожитую жизнь не умолвала. И всё-таки, одну вещь я хочу подчеркнуть. Да. Уже на больничной кольке он сказал слова, которые стали аккордом к этой его работе. Но всё-таки я успел. И всё-таки он успел. Мы обязательно проведём презентацию этой книги в этом же зале, я думаю, в ближайшее время. Спасибо большое. Игорь, я хочу закончить четверостишим из его светотворения. Эта книга помогла ему пережить самые страшные и тяжёлые минуты. И он написал стихотворение, из которого я прочту последние строчки. Я живу, как и живу, не тоскую украдкой о прошлом, Что в ближайшую вечность, истопнутой лавой стекло. И пишу, словно дар надиктованный, добрую прозу. И ловлю, словно чудо, созвучая чутки стекло. Спасибо. Спасибо. Игорь Мэн, спасибо вам, мило. И за вашу действительно технологическую работу. И мы все желаем этой книге встречи с читателем. И дай Бог и вам, и на дальше.